Второй турнир Слэп Баттла Друзья, совсем недавно мы сняли первый турнир Слэп Баттла И мы собрали огромное количество просмотров Было сотни тысяч просмотров на ютубе Было очень много комментариев, лайков Конечно, были дизлайки Мы учли все ваши пожелания И сегодня мы записываем второй турнир Слэп Баттла Хочу сразу сказать, что будут небольшие изменения Во-первых, у нас сегодня будут представлены бойцы Не только из Украины К нам приехали ребята из других стран Поэтому мы потихоньку становимся интернациональными Второе, у нас есть определенное новшество Сегодня помимо мужского баттла У нас еще будет женский баттл И это обещает быть довольно зрелищно Еще есть определенный момент Конечно же, мы сохранили призовой фонд У нас по-прежнему 50 тысяч гривен победителю мужского Состязание И Победительница женского турнира Тоже приз Это 25 тысяч гривен Я напомню, в эквиваленте 50 тысяч это около 2 тысяч долларов И 25 тысяч гривен это около тысячи долларов Давайте поприветствуем Сегодня кто-то заберет эти деньги с собой Ну и как в прошлый раз ассистировать мне сегодня В сегодняшних съемках, в сегодняшнем турнире Будет вице-президент федерации пауэрлифтинга в Украине Павел Сличенко Паша, прежде чем мы начнем традиционно наши бои Расскажи и напомни всем о правилах Здравствуйте, друзья Начинаем с жеребьевки Бросаем монету Кто выиграл, бьет первым Затем держит удар Бить можно только передней частью ладони Бьем строго по щеке, по ушам, шее, глазам и скулам Бить нельзя Пошатнулся, минус балл Нарушил, минус балл Всего будет 5 раундов Кто победит в большем количестве раундов Одерживает победу в поединке Закончить раунд можно досрочно только в том случае Если рефери считает, что вы не в состоянии закончить бой Либо противник отказывается продолжать поединок Всем удачи и прежде всего уважения к сопернику Ну что, давайте сначала проведем жеребьевку традиционно И начнем наши бои Кто гадил? Белый Оранжевый Оранжевый Синий Итак, жеребьевка у нас показала, что первый у нас Максим и Дмитрий Подходим к бочке Напоминаю, что стоим мы возле бочки ровно Правильное уважение Руки за спиной Отворачиваться нельзя Отклоняться нельзя Если вы уже сюда пришли Стойте и держите удар Монета у нас есть Есть или да? Что ты выбираешь? Да или нет? Да, соответственно нет Если есть Бьешь первый Держим удар Бьем первый Держим удар До пяти раундов Удачи, ребята Нормально? Стоим Давай руку Вау Ты видишь, хорошая игра Посиди, посиди, посиди Что скажешь? Нет, что ну мы Идем к рычу подойдем Нормально? Но это чисто Не жалей, это бой Продолжаешь? Да, там по-моему рассечение изнутри Думаю, что не надо продолжать Потому что там рассекло Видишь У него обзубы Рассекло Не, 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 не В прошлый раз Вы соревновали Так какой я сдавался Поддержали спортсмена Я готов Нельзя Врачи Доктор запрещает Да, в доктор запрещает Мы должны это сказать Человек не сдавался Просто врачи Не дают Продолжать Поединок Технический нокаут Поздравляем, Дмитрия То есть я рос в том обществе Где за свои слова Надо было отвечать Родион Сукман Самый сильный человек Молдовы Родион Сукман Я выбрал дорогу к спорту Получается 18 лет Я уже первый раз Выиграл чемпионат Молдовы По пауэрлифтингу Силовому троеборью После этого Выехал на Европу На Мира То есть были Как бы у меня Звания И чемпиона Европы И чемпиона Мира В своей категории Желание Побить рекорд Адихола Там в 500 килограмм Первые деньги Я заработал Именно в моем спорте Получается В стронгмене В пауэрлифтинге Я только отдавал Мне приходилось Работать ночью Так как я днем Должен был наедать Все, что должен Был наедать Для того, чтобы Набрать свой вес Силу Моя первая жена Как бы не поддерживала Меня в этом То есть на соревнования Со мной не ездила А для спортсмена Который хочет Чего-то добиться Я скажу Это большая проблема Первым браком Мне не повезло Тем, что Именно в самый Такой момент Когда мне больше Нужна была поддержка Меня получается Жена Подвела В этом плане И слава богу Что я вот Нашел уже Жену Которая сейчас Со мной Поддержит Меня во всем Я сразу же набрал И вес Который мне необходим Как бы для выступлений И поддержку И все Поэтому у меня вот И появилась Возможность И зарабатывать Этим И все Так что Я бы сказал Очень многое Зависит от Женщины Которая рядом с вами Либо вы находите Женщину Которая реально Вам подходит Либо Будьте одни Просто для того Что вам не компасировали Мозги И не получали Травмы дополнительные Если у вас есть цель И вы реально хотите Ее добиться То травма вам Не помеха То есть Некоторых Это ломает А некоторые Делает сильнее Так что Выбирайте Кто вы Первый вид Или второй Моя большая цель Мое Как бы так сказать Заветное желание Стать самым Синим человеком На планете Прежде всего Уважение Стоим ровно Не отворачиваемся Руки за головой Целимся четко Сразу берем Уход корпуса И удача Монетка Да или нет? Соответственно Нет Бьешь первый Держишь удар Углос соскальзывает Тут все хорошо Нормально? Держи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну все, друзья, прежде чем мы проведем финал мужской, мы проведем сейчас впервые на нашем слэп баттле женский бой. Паша, тебе слово. А я хочу вам напомнить, прежде чем мы начнем мужской финал, за наш главный приз. Мужчины получают 50 тысяч гривен, эквивалент 2 тысяч долларов, и девушки получают 25 тысяч гривен, эквивалент 1000 долларов. Я думаю, это заслуживает аплодисментов. Девочки, напоминаю правило. Стоим ровно, руки за спиной, не отклоняться, голову не отворачивать, бьем передней частью ладони. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, у нас бой закончился, к сожалению, преждевременно. Участница перенервничала, отказалась от битвы, но у нас есть замена. Как вас зовут? Диана. Диана. Начинаем жеребьевку. Да, нет? Нет. Соответственно, да. Нет. Бьешь первое, держим удар. Крови нет. Отвернулась. Нельзя отворачиваться, это нарушение. Закончили. Победа однозначно, к сожалению. Диана сегодня участвовала, сражалась очень мужественно, у нее храброе сердце. И поэтому, конечно, я решил подблагодарить ее и стать дополнительным за второе место. Еще здесь практически 4 сезона. Спасибо большое за то, что сегодня сражалась. Маша, я тебя поздравляю с победой. Спасибо вам большое. Ты большая молодец. Спасибо. У тебя довольно интересный удар. Каким видом спорта ты занималась? Откуда такой удар? Да, вы правы, очень интересная жизнь у меня сложилась. Я изначально занималась легкой атлетикой, толкала ядро. Металломолот. Потом мне пришлось уйти из-за травм. И меня нашел очень хороший тренер. Я предложил заниматься борьбой с умом. Но как все девочки комплексуют по поводу веса, я очень сомневалась. Потом мне приняло решение, что почему бы нет, нужно рисковать. И поехала спустя год на чемпионат мира по борьбе с умом. Мне очень понравилось. Я понимаю, что я готова связать с этим жизнь. Чем мне близка ваша вся тема? Да, потому что у нас тоже есть удары. Но у нас удары, вы простите, я могу на вас показать легко. Да, но горелка. Нет, ни в коем случае. Мы бьем вот только снизу и по подбородку. Такие удары у нас запрещены. А у вас, ну как бы техника в принципе такая же. Все должно идти от бедра, от плеча. Поэтому мне понравилось, я решила, что почему бы нет. Тем более вы молодцы, вы платите за это. Ну как платите, нет, вы даете призовые за это. И людям интересно приезжать к вам. На самом деле комплекс твой, как ты его назвала, тебе сегодня принес деньги. Я думаю, что тысяча долларов. Спасибо вам большое. На что потратишь деньги? У меня есть сын. Я потрачу деньги на сына. Что, накопишь его? Ну, да. Или по дороге в Харьков ты будешь? Я приму решение, я вылетаю через 10 дней в Яплоне, у нас чемпионат мира. Я думаю, что я там что-то найду интересное обязательно. Да, понял. Японцам большой привет и ждем тебя на следующих наших турнирах. Ари, готов. Спасибо большое. Пока. Правила напоминать? Про деньги напомни еще раз, да, сделай паузу. Сирический стран, Мари, ты что отказался? Отказываешься? Да, ну, я же отказываюсь. Человек отказывается от боя. Ну, тогда надо это смочить. Ну, тогда он... Дорогие друзья, у нас финал. За 50 тысяч девушки разыграли 25. 50 тысяч у нас есть два финалиста, но, к сожалению, из-за травмы Дмитрий отказывается продолжать бой. И у нас победитель без боя. Самый сильный человек Молдовы, я правильно говорю? Стронгмен. И чего еще? Молдовы и Румыния. Аплодисменты! Ну, давайте сначала наградим дам. Девушек вперед. Девушка-победитель где у нас? Маша, выходи. Аплодисменты! Ты большая молодец. Так, держать этот приз заслужен у твой. Забирай. Деньги. Давайте поаплодируем Маше! Друзья, и у нас победитель. Победитель Родион, я тебя поздравляю. Ты сегодня самым крепким оказался. 50 тысяч гривен заслужены твои. Забирай. Коробка наша, деньги ваши. Окей, окей, а ну коробка не нельзя. Опа! Я думаю, честно, что ни хера у него не было рассещения. Просто, мне кажется, он побоялся участвовать с тобой в финале. Я не знаю, я не могу отвечать за других. Ну, безусловно. Тебя кто-то поддерживал из близких сегодня? Да, у меня вот братцы с трой приехали специально, чтобы поддержать. Меня близкие поддерживали дома там. Все знают? Все знают, да. Ну, правда, маме не говорил, потому что мама не поддерживает. Не мой спорт вообще. Она боится за это дело. Куда деньги потратишь? Ну, я хотел первый взнос дать за машину и купить себе машину. О, будешь тачку покупать? Да. Какую, если не секрет? Ну, я рассматриваю только большие. Так, у меня 150 килограмм. Я планирую где-то за 180 сейчас набрать. Поэтому, ну, какой-то лайн-крузер там. Хотя бы старенький, но чтобы я вмещался в него, для меня это проблема. Достойно. Ну, маме большой привет, родным тоже. Ты смотрел предыдущий слэм-баттл наш? Да, причем раз в 10, наверное. Ну, как тебе наш предыдущий финалист Петя Маргалин? Впечатляет, конечно, там. Все, кто не смотрели, даже боксеров я спрашивал, как думаете, участвовать, нет. Они такие смотрят, говорят, ну, мы 8 лет занимались, но, честно говоря, я бы в таком, говорит, не участвовал бы, говорю. Потому что не можешь защищаться никак. Но я хотел проверить себя, как мужчина. Все мы должны быть воинами, а не ходить в красных труселях посредине поля и манить там всех. То есть мужчина должен стать мужчиной, я так считаю. Ах, ты большой молодец. Слушай, если у нас будет суперфинал, а мы собираемся ближе к Новому году проводить суперфиналы, ты будешь участвовать и как ты оцениваешь, если вдруг садешься в финале с Петей Маргалином? Я никогда не засматриваюсь далеко вперед. Как? Ну, на что ставишь? Как ты думаешь, что является твоей сильной? Просто у меня характер такой, что я не могу проигрывать. Бывало на турнирах, что я рвал себе мышцу, но я забинтовывал просто, просил врачей, чтобы дали мне тройную дозу лошадиную этого. Ну, как бы обезболивающе и дальше ходил. Правда, из-за этого я рвал себе еще как бы сильнее мышцы, но характер такой у меня. Характер у тебя, конечно, серьезный. Итак, все увидели, на что я способен. Я хотел пригласить своего конкретного конкурента, это пельмени. Пельмень, давай сразимся по-доброму, по-богатырски. Если ты мужчина, то ты примешь мой вызов. Если не боишься, конечно. Друзья, вот мы и закончили второй турнир слэп-баттла. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно пишите комментарии под видео, подписывайтесь на мою страницу, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам что-то не понравилось. Пишите об этом, мы хотим быть лучше. И до встречи в следующем турнире. И напоминаю, напоминаю, что если вы хотите участвовать в нашем турнире, обязательно пишите на нужный имейл, оставляйте заявку, мы рассмотрим вашу заявку и, возможно, пригласим вас к нам на следующие съемки. Подписывайтесь на канал, смотрите, пишите комментарии. И до встречи на следующих съемках!